Здравствуйте! Те, кто регулярно смотрит мой канал, знают, что сейчас я нахожусь в Москве, уже несколько раз был на канале Россия 1, принимал участие в программе 60 минут, но не телевидением единым, как говорится. Заглянул в гости к одному человеку, сейчас вы его увидите, вы уже, я думаю, понимаете, о ком идет речь. Недавно в Украине по нему приняли ряд процессуальных решений, в частности, приняли решение его заочно арестовать и объявить в международный розыск за терроризм, ну то есть обвиняют его в терроризме. Я, честно говоря, не понимаю, где тут, где в его деятельности терроризм, человек пишет, человек пытается людей просвещать, я вот считаю, что это просветительская образовательная деятельность, ну, может быть, я чуть неправильно оцениваю, может быть, более компетентные люди есть в нашей родной Нэнсе Украине. Я вот с Алексеем по этому поводу, с Алексеем Журавко, да, представляю, Алексей Журавко, дважды народный депутат, уполномоченный Кабинетом министров по правам инвалида, премьером тогда был Николай Иванович Азаров. В общем, человек заслуженный, человек, который, на мой взгляд, достоин уважения, потому что, несмотря на свои физические увечья, очень многого в жизни смог добиться, дай бог каждому здоровому, добиться хотя бы 10% того, чего добился Алексей. В общем, смотрите, разговор наш, оценивайте, пишите лайки, комментарии, да, и там ссылочки в описании есть, вот на них тоже обратите внимание. Привет, Алексей, добрался до тебя теперь тоже в новом качестве, их разыскивает полиция, ну, или полицаи разыскивают. Полицаи. Полицаи, да, как террориста, вот, и знаешь, я чего не понял, а события преступления в чем? То есть, какой ты террористический акт совершил, что тебя вот-вот признали настолько опасным преступником, что теперь объявляют в международный розыск? Слушай, я лично вот не понимаю таких судей, хотя лично судью эту знаю, я не понимаю прокурора, который как бы в судье призывает, назову так, судью, чтобы она не на меня арестовала. Вот, посмотри, вот, да, одно, а вот второе, да. Вообще объяснить тяжело, а вот тачка моя, да, я... Орудие преступления? Да. Орудие преступления? Да, ты знаешь, такое ощущение, как будто орудие преступления. Не, кстати, о твоей тачке ходят легенды, говорят, что ты едва не убил ни одного человека. Еще в Верховной Раде, кабинете министров. Слушай, ну это ж легенды ходят, легенды ходят, это такое, ну, украинцу сегодня суждено выдумывать какие-то легенды, особенно коллаборантам. Говорят, на Порошенко покушался, на Турчинова, на Ляшка. И на Турчинова, и на Ляшка. Я, слушай, я не скрываю, я передо мной им давно посадил бы в тюрьму. То есть, ну, знаешь, это они настоящие террористы, являются моего любимого государства. Вот они. Вот я не представляю, как они меня будут садить. Я вообще не понимаю, с какого соображения судья такое решение принял. Но, во-первых, давай будем говорить. Телефоны мои известны. По скайпу даже никто не выходил. С СБУ, с прокуратуры тоже никто не выходил. Понятно, что мне там грозит смерть. Такому, как я, человеку, который говорит правду, не скрывает, что они убили собственное государство. Вот я не представляю эту судью, когда я ее увижу. И мне хочется задать ей вопрос. А как я без ноги, без руки, коллега, устраивал террористы? Терроризм. Но государство. Какие теракты я проводил? Какие спецоперации я проводил? Вот я хочу эти увидеть факты. А вообще, Бог, у вас есть совесть, есть судья, прокурор. Я просто слышал, что это как бы там менялись прокуроры, судьи. То есть, вот приходят к этому прокурору, не заносят в суд. Или к какому-то прокурору заносит суд, судья не пропускает. Давай будем говорить так честно. То, что я знаю. Те, которые порядочные, судьи, с головой. Те отказываются. Там, говорят, больше десятка судей поменялось. Да там не только больше десятка судей. Я просто знаю по своему делу. Вот я знаю некоторых судей без фамилии. Не хочу их подводить. Вот они говорили слово в слово. У вас вообще в голове что-то есть? Вы представляете, что может произойти? Ну, я уверен, что божья кара настигнет. Настигнет и СБУшника, и прокурора, и судью. Вот таким действием, как по мне, они сотворили. Они убивают государство. Они убивают правосудие настоящее. То есть, люди адекватные, нормальные, понимающие, что происходит. Они прекрасно понимают, что все. Судьям конец. Судам конец. Правоохранительным органам конец. Да и что тут говорить? Если они убивают, а это власть, Донбасс. Если они стреляют по детям, по мирным гражданам, по инфраструктуре. Убивают свой город. А что тут калека? Без руки, без ноги. И все остальное. Я воспринял это нормально. Значит, я нахожусь в той ситуации, когда за меня правда. Когда они боятся эту правду. Значит, я правильно делаю. Поэтому мне бояться нечего. Уже после ареста, объявления в розыск, ты письмо опубликовал. Как раз по этому поводу. Да. Уже была обратная связь из суда, из прокуратуры. Слушай, ну, как мне рассказали люди, которые в судебной системе там. Конечно, когда прочитали многие, что я написал. А я ведь правду написал. Многие задумались. Многие задумались. Но тут надо учитывать фактор, что все-таки запугывание идет тотальное. Я ссылку тогда в описании на твой телеграмм оставлю, чтобы люди, кто не читал, могли посчитать. Ну, на фейсбуке есть и так далее. Многие запуганные. Ну и давай будем говорить, это ж настолько надо было додавить, чтобы просто на просто совесть свою потерять, принять такое решение. Поэтому вот херсонцам, украинцам, я борюсь, хочу сказать, я борюсь за свою жизнь, как я могу. Я не согласен с этой властью. Нет у меня возможности, чтобы я завтра ходил, и были у меня руки, ноги. Я могу искренне сказать, если бы у меня были руки, ноги, я бы никуда не уезжал бы. И вот когда мне многие говорят, а что ж ты оставил нас, а что ж ты убежал, ты предатель. А как бы я себя защитил, у меня вопрос. А кто бы мне гарантировал свободу, а кто бы мне гарантировал на сегодняшний день передвижение то же самое. Неужели вы просто не можете подумать? Они просто-напросто лишили меня всего. Вот как инвалида. Пенсию я не получаю. Предприятия разрабленные. Порошенко меня уничтожал. Турчину меня уничтожал. Зелья Боба уничтожает. Ну о чем туда варить? Вот решение прошло. Ну что меня хотели в клетке видеть? Чтоб я сидел там загнивался? Нет, я не против посидеть. Я не против. Я не против посидеть, если я нарушил закон, преступление, убил бы кого-то, либо действительно совершал какой-то теракт. И я перед этими мразями оправдываться не собираюсь. Вот для меня они террористы. Вот судья это самый настоящий террорист. Это средство метода запугивания. Только через призму мою. Вот смотрите, какие мы законодатели. Как мы исполняем закон и как мы принимаем решение, коллегу каталажку садим. Спасибо большое. Я искренне благодарен за такое решение. Дважды народный депутат. Имею международные награды. Имею на сегодняшний день награды государственные. Ну вы бы хотя бы об этом задумались. Что вы уничтожаете государство под словом святым. Они думали только о своих должностях, госпожа судья. Не хочу на оскорбление переходить, но вы сами себя унизили, растоптали, оскорбили и уничтожили. Как фемиду. Вы задумаете, что вы делаете. Вы убиваете последнее доверие людей. Конечно, меня блокируют. Особенно после моей ответочки, как я называю. Уничтожают все мои аккаунты, пытаются. Жалобщиков появилось. А вот зайдите в Facebook, ВКонтакт, в Одноклассник, Telegram канал. Найдите, прочитайте, что я написал. Ну и последнее я хотел сказать. Я обращаюсь к вам, украинцы. Не будет Украина, не Украина, то есть Россия воевать с Украиной. Мы братья, у нас древо одно, родственное. И победа в Великой Отечественной войне над нацизмом, фашизмом и коричневой чумой одна на все наши братские народы. Нас разделили. Я хочу, чтобы вы поняли. И вот я хочу, чтобы вы прочитали мое обращение. Я там расписываю четко, что надо делать и как избежать войны. Поэтому не будет войны с Россией. И президент Российской Федерации не допустит этой войны. И он правильно делает. Потому что мы братья. А вот войну распространить на всю территорию Украины, это возможно. Но через призму Донбасса. Что это обозначает? Нагнетание истерии. Раз. Второе. Потыкание и завоз оружия заокеанскими партнерами. В кавычках. И англичанами. А самолеты летят, летят и летят. Разжигание ненависти к нашим же согражданам. А это я говорю о Донбассе. Распори непосредственно в вере. А у нас вера одна. Мы христиане. Мы христиане. Единый народ, как я назову Россия, Украина, Беларусь. И самое основное, это нагнетание, что завтра будет война. Не воюет Украина с Россией. А на самом деле, воюет она с Донбассом. Это гражданская война. В итоге, Донбасс сегодня не присутствует. Ни во Львове, ни в Херсоне, ни в Харкове. Нигде на Украине. И в Киеве у них нет. И снаряды с Донбасса в Киев не прилетают. Только об этом задумайтесь. Третье самое основное. А чье оружие приходит нам? Ведь у нас все склады сгорели. Порошенко заработал миллиарды денег. Так чем же воевать? По 80 тонн каждый день фактически прилетает на Украину. Сдайте вопрос, кому нужна эта война? Вам что ли? Неужели вы не понимаете, что ваши дома обесценятся? Вашим детям негде будет учиться? Экономика уплывется в небытие. Потому что весь бизнес, все зарубежные инвестиции, оставшиеся. Они убегут. И как мы увидим, из-за истерии, уже больше 12 миллиардов, уплыло куда-то. Их вывезли. А вы-то где будете? Надо всегда думать с холодной головой и с холодным затылком. Тогда что-то у вас получится. Ваш враг находится непосредственно в Киеве. Вот какие я привожу аналогичную позицию. У меня врагов нет. Но с меня сделали врага. Безрукого, безногого. Вот задумайтесь, где я эту бомбу должен провозить? Кому я должен какие поручения давать? Выходит, что я для них являюсь информационный террорист. Они меня просто боятся. Поэтому думайте. Субтитры создавал DimaTorzok